Приветствую вас, господа трейдеры, на очередном или недельном обзоре финансового рынка. Мы сегодня разберем валютные пары, CFD-контракты и золото. Точнее, мы составим торговые планы на предстоящую неделю. Да, и важные события, которые нас ждут на этой неделе, это среда решения по процентной ставке в 17.00 по московскому времени по канадцу. Почему это важно? Потому что ожидается повышение процентной ставки и, соответственно, если оно будет, то вероятно, что канадец подрастет. Поэтому на это обращаем внимание. И в четверг решение по процентной ставке по еврозоне в 14.45, но никаких изменений не ожидается. То есть, вероятно, также останется 0%. Но если будут изменения, то, конечно, нужно на это обратить внимание. И в пятницу в 13.30 решение процентной ставки по России сейчас 7.50 процентная ставка. Ожидается, что также останется 7.50. На что это повлияет, если будут какие-то изменения, конечно же, на стоимость российского фондового рынка. Поэтому, кто торгует в фондовый рынок, то обязательно обращаем внимание в пятницу в 13.30 решение по процентной ставке. Валютная пара евро-доллар. Вы помните, что на прошлой неделе мы покупали на завершение нисходящие конструкции. И ближайшая цель была у нас уровень 1.16.16. Почему? Потому что это ловушка для профи. Мы прекрасно знаем, что в этом районе необходимо сделку как минимум переводить без убыток. А в лучшем случае это закрывать одну-вторую прибыль. Почему? Ну, потому что сейчас очень много усеченных конструкций. Мы об этом знаем и что нам теперь не зарабатывать из-за этого мы все равно хотим зарабатывать. Поэтому я закрываю. В принципе, я здесь закрыл. Вы помните, у меня была открыта сделка. Первая цель была достигнута. Сделка была переведена без убыток. И после этого уже, к сожалению, никакой прибыли не было, потому что цена развернулась. И после этого была, кстати, и продажа. Продажа при усеченной цель. В принципе, хорошая продажа. И сегодня была покупка. Да, что была за покупка? Давайте разберем. Больше вот, в принципе, я думаю, что эта покупка была короткая. Я из-за этого, в принципе, и не дал этот торговый план в общее пользование. Потому что покупка была на краткосрочной перспективе хорошая. На долгосрочной она мне не понравилась. Но я все равно отработал, потому что было очень много факторов, которые говорили о том, что надо купить. И, в принципе, даже какой-то получил, хоть и очень маленький, но профит. А вот она, эта покупка. Вы знаете, что я захожу двойным ордером. Я всегда работаю двойным ордером. Почему здесь можно было купить? На самом деле здесь факторов было очень много. То, что как минимум ловушку, то есть первую цель мы получим. Здесь видите, как мы хорошо отбились от уровня 1.15.50. То есть второстепенный промежуточный круглый уровень. И от него мы отбились. В принципе, такое бывает очень часто. И давайте вот разберем именно покупку. Почему? Почему я здесь купил? Что здесь было такого хорошего для того, чтобы купить? Хорошо, такой способ подойдет для тех, кто любит открывать сделки, кто торгует скальпингом. Потому что, если вы будете находить такие ситуации, то вероятность того, что вы будете торговать прибыль, что у вас будет намного больше прибыльных сделок, чем у выточных, она будет очень высокая. Первое – это сужение Боллинджера. Я проводил вебинар по Боллинджеру. Я говорил о том, что когда идет сужение, тогда будет какой-то хороший импульс. Ну вот он был, в принципе, хороший импульс. Для этого таймфрейма он, в принципе, был и неплохой. Это первый момент. А второй момент – мы находились выше скользящей 135. Здесь у нас получился фрактальный вход. То есть мы находимся выше, здесь у нас, в принципе, образовался фрактал. Здесь фрактал, здесь фрактал, здесь уже можно было покупать. То есть фрактал старта, фрактал сигнала и была бы покупка. Это второй момент. Третий момент – это круглые уровни, о которых я тоже рассказывал. Рассказывал мне однократно. То есть что произошло? Было восходящее движение. После этого нисходящее движение протестировало круглый важный уровень 1.15. Вот был тест этого уровня. Потом была коррекция к второстепенному, круглому уровню 1.15.20. Ну, как коррекция, точнее импульс. От этого уровня небольшая коррекция. И, конечно же, отложенный ордер стоял уже на покупку, на пробитие этого уровня. То есть вот он у меня, ордер. Он был когда-то отложенный, потом уже он был по рынку. И, естественно, я зашел двумя сделками. Естественно, я зашел двумя сделками. Почему? Потому что, во-первых, я уже сказал, что на долгосрочной перспективе мне эта сделка не нравилась. Ну, так вот произошло, что она мне не нравилась на долгосрочной перспективе. Но я понимал, что до уровня мы дойдем. И я хоть какие-то, здесь видите, почти 30 долларов заработал. Ну, копейки, ну, зато уверенные копейки. И, опять-таки, если будет восходящее движение, видите, у меня до 100 просто еще цена не дошла. Если будет восходящее движение, все-таки, если оно будет, то я заработаю уже нормально. 152 доллара получится с этой сделки. Это если будет восходящее движение. Если не будет, то я просто ничего не потеряю. Почему? Потому что я поставил положительный замок. То есть у меня прибыль минус 24 доллара по открытой сделке. И плюс 28 я уже заработал. Поэтому, как бы, получается, что я ничего не терял на этой сделке. То есть я знал, что я маленький промежуток пройду. Дальше, если повезет, то заработаю. Не повезет. Ну, значит, просто ничего не потеряю, ничего не заработаю. И все, просто поставил положительный замок. Вот, получается, что у нас здесь на самом деле было очень много факторов, которые говорили о том, что будет вот это вот восходящее движение. И, конечно же, точка входа на откате B, которую мы с вами всегда отрабатываем. То есть вверх волна A, которая завершила вот это вот все нисходящее движение. Вниз коррекция волна B. По этой коррекции был построен наклонный канал. То есть было завершение этого коррекционного движения волна A, B, C. И опять-таки, что очень немаловажно, это коррекционное движение, оно было усеченное. То есть, если разобрать это коррекционное движение, то вниз волна A, вверх коррекция волна B, и вниз усеченная короткая волна C. То есть усеченка. О чем это говорит? Это говорит о том, что нисходящее движение слабое. То есть это подтверждение всех вот этих факторов, которые мы с вами разобрали. Получается, что вот такой комплексный анализ, он может давать вход с наибольшей вероятностью. То есть, ну, с максимальной вероятностью того, что он отработает. Почему? Потому что это именно комплексный подход. В принципе, этому комплексному подходу я учу на курсе умная торговля. Там я обо всем этом рассказываю, как это искать, то есть на что смотреть. И почему комплексный подход сейчас это единственная возможность для стабильного заработка. Ну, рынок стал сложнее, поэтому это так. Как мы можем сейчас торговать эту валютную пару? Мы видим, что восходящее движение усеченное. То есть, вот она, вверх волна А, вниз коррекция волна B и вверх волна C. Уровень 123.6 не достигнут. То есть, эта конструкция на данный момент усеченная. Что это может быть для того, чтобы продавать? На самом деле, я сейчас хочу продать. Вот у меня большое желание продать. Но для этого необходимо завершить восходящую конструкцию пробитием наклонного канала. Вниз волна А, вверх коррекция волна B и вниз волна C. Вот такая вот у нас продажа. Продажа при усеченной волне C. В таком случае, мы предполагаем, что вот это вот движение вниз, это волна А. Вверх усеченное движение, это коррекция волна B. И, кстати, если вот на М30 посмотреть, мы как раз сейчас находимся на прямом времени М30, то у нас здесь еще и формируется сильная дивергенция. Сильная медвежья дивергенция, которая также нам может дать возможность хорошо продать. То есть, у нас получается, что вниз волна А, вверх трехволновка, это волна B. Вниз А, С, В, С, С мы продаем на пробитие волны А. Вот такая вот у нас получается отличная продажа. То есть, это если мы завершим движение. Почему у меня стоит стоп-лосс ниже? Это потому, что меня интересует уже переворот. То есть, меня на самом деле интересует больше переворот для того, чтобы продать по открытой моей сделке. Поэтому так далеко поставил стоп-лосс. И все. Если бы сформируется переворот, то стоп-лосс чуть-чуть подтянул ближе. Ну и, конечно же, открою продажу. Итак, мы разобрали с вами продажу. Где ставим стоп-лосс, если мы рассматриваем такую продажу? Ну, конечно же, за уровнем 123.6. Почему за уровнем 123.6? Потому что мы же входим при усеченной волне C. А если она уже будет неусеченная, то значит облом. Значит, мы вошли не тогда, когда надо было. И, соответственно, можно принять убыток. То есть, во-первых, будет стоп-лосс небольшой. Следовательно, мы сможем получить хорошее соотношение. Где мы закрываем первый профит? Первый профит закрываем на уровне 1.14.33. Это ловушка для профит в районе 1.14.33. Здесь очень важно понимать, что, вот видите, вот, например, хороший уровень 1.14.40. Хороший уровень. Здесь видно, что цена отбивалась. Если вы увидите, что здесь остановилось нисходящее движение, то, конечно, стоит закрыть. То есть, не надо дожидаться, когда тик в тик дойдет. То есть, ловушка для профи – это диапазон. То есть, это диапазон, который необходимо отработать. Это вот первая цель. Это ловушка для профи 1.14.33. И, конечно же, переводим в сделку без убыток. То есть, когда получаем свою цель, то обязательно переводим в сделку без убыток. Это обязательное условие. И для того, чтобы определить конечную цель, натягиваем фибосетку на, предполагаемую, нисходящую волну А, мы же хотим взять вот эту вот нисходящую будущую волновую конструкцию. То есть, вниз волна А, вверх коррекция волна В, и вниз мы хотим получить волну С, которая имеет подволны АС, ВС и, соответственно, СС. Поэтому мы натягиваем фибосетку на волну А. И цель наша, это уровень 138.2. 1.13.60. Это наша цель для продаж. И когда нам рассматривать покупки? Потому что уже покупка, как мы видим, была, поэтому уже, конечно же, поздно. И я уже сказал о том, что мне покупки даже были менее интересны. Просто отработал в надежде того, что пойдет дальше движение. И с целью того, что я поставлю положительный замок. И все. Поэтому просто здесь было все продумано. Поэтому я спокойно купил. То есть, я знал, что я буду делать. Поэтому купил. Если бы у меня не было дальнейших планов на то, что цена развернется, я бы не покупал. Когда мы покупаем? Покупаем на перевороте. Например, так получается, что мы не идем вниз. То есть, куда мы хотим, мы не идем. Следовательно, мы строим по нисходящей трехволновке наклонный канал. И на завершение уже этой нисходящей трехволновой конструкции мы покупаем волна А, коррекция волна В и вверх, соответственно, волна С. Вот такая у нас получается покупка. Покупка на перевороте. В таком случае мы предполагаем, что вот эта трехволновка усеченная, это волна А. Волна А просто большего волнового уровня. А вниз трехволновка, на которую мы войдем, это волна В. И вверх, соответственно, А, Ц, Ц, Ц мы покупаем обязательно налогушки для профи. Вот как раз на промежуточном круглом уровне 1,15,50 мы обязательно переводим сделку без убыток и фиксируем 1,2 прибыли. И дальше цель можно держать наш уровень 1,16,16. В принципе, хорошая цель. Так, и о чем нам говорят здесь уровни? Вы помните, что у нас здесь была, кстати, покупка. На ретесте по уровням мы рассматривали покупку. Цели здесь никакие не были достигнуты. Но продажа здесь уже могла быть очень неплохая, и цель была достигнута. Хороший уровень 1,15,50. На ретесте этого уровня мы рассматриваем покупки. То есть пробили, сделали ретест и купили. То есть выше этого уровня можно рассмотреть покупки, почему бы и нет. Отличные покупки и с целью нашего максимума 1,16,04, 1,16 ровно. Также можно 1,16, все-таки круглый уровень. Мы закрываем первую сделку, первую прибыль. Если пробьем, то пойдем дальше. Можно ориентироваться уже по следующим уровням. И также ниже 1,14,50 можно рассмотреть продажи, если начнется сильное нисходящее движение. Это по уровням. Здесь видите, у нас гораздо интереснее получилось по волнам торгового план, поэтому мне кажется, он поинтереснее. Ну вот как покупку можно рассмотреть, 1,15,50. В принципе, неплохая будет покупка. Валютная пара, фунт, доллар. Вот у нас тоже была пятница, видите, такая вот. Довольно импульсная, вверх было сильное движение. Сейчас уровень 88,2, если не ошибаюсь, еще не пробит. Сейчас мы с вами проверим. Да, уровень 88,2 не пробит. А следовательно, что мы можем предположить? Ну, во-первых, у нас есть это восходящее движение. Оно не закончилось, то есть нахлонный канал не пробит. И опять-таки мы находимся выше круглого уровня 1,30,80 и выше зеркального уровня. Потому что он же является зеркальным уровнем. Здесь он был у нас поддержкой. И здесь он у нас работал сопротивлением. И сейчас он опять работает поддержкой. То есть получается очень довольно сильный уровень. Так, когда нам рассматривать продажи и когда рассматривать покупки? Давайте откорректируем этот уровень. Вот у нас отлично получается. Опять-таки зеркальный уровень. Здесь у нас уровень сопротивления. И здесь у нас уровень поддержки. Вот как раз ниже этого уровня 1,30,51. На формировании нисходящей конструкции можно рассмотреть продажи. Почему эти продажи будут интересны? Ну, во-первых, мы завершим восходящее движение пробитием на полного канала. Продадим ниже сильного зеркального уровня, что тоже хорошо. То есть мы уже увидим о том, что продолжилось нисходящее движение. Поэтому почему бы и не продать. Ближайшая цель 1,30,20. Это наш минимум. Отличный уровень поддержки. Поэтому здесь мы фиксируемся. Если будет сила, то мы пробьем этот уровень. В принципе, и можно будет дальше уже допродать на ретесте 1,30,20. То есть мы его пробьем. И на ретесте мы уже тогда продадим. То есть можно допродать. Но зафиксировать часть прибыли нужно будет на этом уровне, потому что мы уже можем от него отбиться и дальше пойти вверх. Видите, уже оказались ниже уровня. И когда можно рассмотреть покупки. Покупки давайте рассмотрим на перевороте. Давайте все-таки завершим эту конструкцию, потому что она уже, в принципе, давно идет. Получаем короткую конструкцию. Для того, чтобы купить, нам нужна нисходящая трехволновая конструкция. Для того, чтобы, во-первых, мы получим более выгодную цену. И возможность на ловушке уже закрыть часть прибыли. Получаем нисходящую трехволновку. И вверх, соответственно, волна А пробили наклонный канал нисходящей конструкции. Получили коррекцию волну В. И вверх волна С мы купили. То есть вот такая у нас получается покупка на перевороте. То есть мы войдем в продажу, не получится, значит мы просто перевернемся. Естественно, как если кто-то есть новенький, кто еще первый раз на наших вебинарах, переворот означает закрытие текущей сделки и открытие противоположной. Почему? Потому что зачем нам держать продажу, когда мы говорим о том, что цена пойдет вверх. Но согласитесь, это глупо. Поэтому, конечно же, мы перевернемся. Так, давайте разберем уровни. Вот у нас, в принципе, отличный уровень 1.3022. Ниже этого уровня на ретесте мы рассматриваем продажу. То есть пробили, корректировались. И, конечно же, мы продаем, потому что мы видим, что у нас нисходящее движение с ближайшей целью 1.2930. И покупки выше уровня 1.3136. Опять-таки, на ретесте этого уровня. То есть нам нужно увидеть восходящее движение. Пока мы его не видим, конечно же, мы не реагируем. Да, и на прошлой неделе у нас здесь тоже были, видите, на ретесте. Мы пробили, сделали ретест. На ретесте мы рассматривали покупки. Ближайшая цель 1.32 ровно. И обязательно перевод без убыток. Но, впрочем, мы всегда работаем двойным ордером. Ну, как видите, у нас первая цель была, а дальше уже, к сожалению, мы получили по второй сделке без убыток. Но ничего страшного, тоже что-то заработали. Американский доллар против канадца. Здесь у нас усеченная восходящая конструкция. Кстати, можно рассмотреть и продажи. То есть это такая подготовка к решению процентной ставки. То есть если ее на самом деле снизят, как я уже сказал, точнее, если ее повысят, то вероятно, что канадец подрастет. Следовательно, мы уже можем подготавливаться к этому событию. Завершаем восходящую усеченную конструкцию уровня H2, пробитием наклонного канала, после этого коррекция и после этого импульс. То есть точка входа при усеченной АЦ. Здесь на самом деле и H8, скорее всего, усеченная. Давайте замерим. Мне очень интересно снова проверить. Да, конструкция уровня H8 также усеченная. То есть здесь у нас двойная отключенка. Видите, до уровня 123.6 мы не дошли. Следовательно, конструкция усеченная. Следовательно, нам это говорит о ее слабости. Вот такая у нас продажа и покупка на перевороте. То есть здесь покупка очень простая, потому что нам нужна эта трехволновка, чтобы если мы хотим купить, то нам нужно получить выгодную цену. Пока она у нас не выгодная, пока мы находимся на максимумах. И кроме этого, индикатор весом осциллятор нам показывает все-таки наличие дивергенции. Вот она эта дивергенция, даже расхождение, ведь есть выход за ноль. Поэтому для того, чтобы купить, надо получить все-таки силы. Пока сил этих не видно, поэтому получаем трехволновку. Откроем по ней наклонный канал. И на завершение этой трехволновой конструкции, вверх волна А пробили наклонный канал, завершили нисходящее движение, вниз коррекция волна В. И вверх, соответственно, волна С обязательно в районе 1.31.13, то есть на ловушке для профи, можно чуть-чуть будет откорректировать. Я уже сказал, что ловушка для профи это не конкретное число, это зона. Вот в этой зоне мы обязательно открываем 1-2 прибыли и переводим сделку без убыток. Это обязательно будет силы у буков, отлично, пойдем дальше. Не будет силы у буков, по которой сделки получим без убыток, ничего не потеряем. Потому что первая задача профессионального трейдера – это снизить риски. И вторая задача – это уже заработать. Но первая задача – нужно снизить риски. Потому что профессиональный трейдер не торгует на 100 долларов, профессиональный трейдер – это будет на больших депутатах. Если будут большие риски, то ни к чему хорошему это не приведет. Так, что нам говорят уровни? Ну вот можно ниже 1.30, уровень сильный, если вдруг пройдем, то ниже можно будет рассмотреть продажу. Круглый важный уровень, хорошо отрабатывался, поэтому можно ниже этого уровня продать. И, соответственно, выше уровня 1.30 – 1.20, уже рассмотреть покупки. Это второстепенный уровень, круглый второстепенный уровень. И поэтому можно будет здесь купить. И на прошлой неделе мы рассматривали с вами продажу на ретесте. Ну, в принципе, как раз на ретесте 1.30 мы и рассматривали продажу. И с ближайшей целью 1.29.33, которая была достигнута потом. Если двойной ордер, то перевод без убыток, и, соответственно, получили без убыток. Но на самом деле прошлая неделя была сложная. Была сложная чем? Тем, что был флэт на самом деле. То есть был флэт, было нисходящее движение, восходящее движение. А в итоге там, где были, там и остались. Поэтому прошлая неделя по основным валютным парам была неудачная. То есть те, кто работает с двойным ордером, те получили какую-то прибыль. А те, кто работает с одним ордером, те, скорее всего, ничего не заработали. Почему? Потому что даже получили какой-то убыток. Потому что, конечно же, бывают и стоп-лоссы. Поэтому сейчас такое движение. Сейчас движение сложное, поэтому выгодно работать с двойным ордером. Ну, я, во всяком случае, по-другому уже очень давно не работаю. Потому что я уже сказал, что рынок стал сложнее. Ну вот, кстати, австралийский доллар, он отвечает на этот вопрос. Какое было движение на прошлой неделе по австралийскому доллару? Кто знает? Флэт, совершенно верно. То есть здесь чистый флэт. Здесь было и восходящее, и нисходящее. И во все стороны мы ходили, ходили, ходили. И непонятно, куда пришли. Поэтому вот такое вот было движение. Это факт. Это факт, который остается. Кстати, давайте проверим, пробит ли уровень 88.2. Вот здесь, мне кажется, не пробит. Нет, не пробит, к сожалению, уровень. Так, давайте попробуем построить по австралийскому доллару торговый план. Почему это сделать сложно? Потому что флэт, и хочется максимально попасть, именно увидеть выход из этого флэта. Потому что пока здесь что-то я его как-то не сильно наблюдаю. Вот, кстати, видите, уровень 1.71.50. Хороший уровень, выше этого уровня на ретесте можно будет купить. Почему я рассматриваю ретест? Потому что я вижу флэт, и в принципе, ничто не мешает дальше продолжить находиться в этом флэте. То есть, сможем опять сейчас дойти до низа, потом опять пойти до верха. И вот так вот мы будем ходить, где-нибудь здесь мы будем продавать, где-нибудь здесь мы будем покупать и все время ловить стоп-лоссы или все время брать перевороты. То есть, не хочется этим заниматься, честно. Поэтому хочется сейчас как-то вот поудобнее. Давайте отработаем все-таки уровни. Просто когда начинается флэт, так как торговля по волновому анализу, она все-таки трендовая. Поэтому, мне кажется, что во флэте лучше отрабатывать уровень. Когда такой вот просто жесткий флэт, то, наверное, все-таки лучше отрабатывать уровень. Итак, вот у нас неплохой уровень 1.7092-1.7090. На ретесте этого уровня мы уже рассматриваем продажу. То есть, нам нужно получить новый минимум, потом скорректироваться, сделать ретест. И тогда уже рассматриваем продажу. Если рассматривать здесь просто по волнам, то, мне кажется, будет очень дорого. Но при этом покупку можно рассмотреть по волнам. То есть, если мы останемся во флэте, но так как у нас здесь хороший наклон наклонного канала, вот мы откроем наклонный канал по будущему нисходящему движению, это если мы сейчас пойдем вниз. Сейчас построим торговый план на покупку. Я заочно построил этот наклонный канал, потому что вниз еще конструкции нет. Но, допустим, мы вот так вот пройдем сейчас вниз. У нас будет вот эта вот нисходящая конструкция. Вниз волна А, вверх коррекция волна В и вниз усеченная волна С. Вот если это произойдет, то мы устроим такой вот наклонный канал. И на завершение, допустим, мы куда-нибудь ниже даже пробьем минимум, потому что если флэт, то обязательно будет пробитие минимума. Обратите внимание, что вот был здесь минимум, правильно? Вот он был минимум. И на следующий день где оказался минимум? Он пробил, то есть, получается, минимум был пробит буквально на один пункт, но он был пробит. Почему? Потому что там стопы. Там стопы, поэтому, конечно же, крупный игрок вынес эти стопы, поэтому это пробитие, это нормально. И поэтому я прогнозирую, что здесь тоже будет это пробитие, если продолжится флэт. То есть, мы сейчас строим торговый план на случай того, что продолжается флэт. Строим наклонный канал по нисходящей конструкции. И строго на завершение этой нисходящей конструкции, у нас, получается, вверх волна А завершила. Нисходящее усеченное движение, вниз коррекция волна B и верх C. На формировании восходящей волновой конструкции мы рассматриваем покупку. Почему ее здесь можно рассматривать? Да очень просто. У нас, во-первых, будет маленький стоп, а во-вторых, у нас будет потенциал до верхней границы флета. То есть это минимальный потенциал, который мы можем взять. Что очень хорошо, то если цена останется во флете, то, соответственно, мы в район верхней границы дойдем, а следовательно, можем на этом заработать. Вот такая у нас получается покупка. А дальше уже, если пробьем уровень 0.7150, отлично, замечательно, пойдем дальше, возьмем уже следующие профиты. Новозеландский доллар против американского доллара. Сейчас в оплете движение было восходящее. Вы помните, что на прошлой неделе мы рассматривали продажи уже на завершении всей конструкции. Для покупок нужно было просто получить волну коррекции. Впрочем, вот она, эта коррекция. И вверх, соответственно, была волна АЦБЦЦ, целовушка была взята, дальше ничего не взяли. Ну, почему не взяли, я уже объяснил, потому что была такая неделя, то есть был плэт, был просто плэт, поэтому что-то тут взять прям, это было очень сложно. То есть, естественно, мы зону ловушки мы взяли, то есть нашу первую цель. Дальше ничего, по той причине, что, во-первых, уровень 1.6595 держит покупателей, 1.666 ровно держит покупателей, а следовательно, что нам надо для того, чтобы продавать валютную пару. Мы видим, что все-таки тренд у нее восходящий. Поэтому я предлагаю все-таки завершить восходящую конструкцию и продажу уже рассматриваю ниже уровня 1.6538. То есть, пробиваем уровень, вверх получаем коррекцию и уже вниз или АЦБЦЦЦЦ, или на пробитие минимума мы уже продаем. То есть, вот такая продажа. Продажа здесь не хочу по-другому, потому что тренд восходящий против тренда я не хочу. То есть, если по австралийцу мы видим, что плэт, то по новосиламцу все-таки тренд восходящий. Поэтому вот эти вот движения мне пока еще ни о чем не говорят. Поэтому такая вот у нас получается продажа. И что надо для того, чтобы купить валютную пару? Очень просто получить трехволновую нисходящую конструкцию. Что нам это дает? Нам это дает более выгодную цену. И это нам дает долгожданную коррекцию для того, чтобы просто накопить силы, чтобы можно было идти дальше вверх. Встроим наклонный канал по нисходящей трехволновой конструкции, которая будет. Да, кстати, видите, у нас даже сейчас формируется трехволновка. Давайте ее, наверное, разберем. Вы видели, что это значит. Вот она волна А вниз, коррекция волна В, и вниз сейчас уже будет волна С. Вот сейчас у нас формируется эта трехволновая конструкция. И когда нам покупать валютную пару? Когда завершится эта трехволновка? Вверх пробиваем наклонный канал, вниз получаем волну коррекции, и вверх получаем индус. В районе 1.66 ровно переводим сделку без убыток. Конечно, фиксировать здесь нечего. То есть здесь у нас получится очень маленькая прибыль. Но как минимум перевести без убыток в любом случае надо, потому что уровень сильный. Мы это видим. Зачем это отрицать? И вот они наши цели. В принципе, неплохой уровень 1.6638 и вплоть до 1.6684. Это конечная цель для покупки. Доллар и иена. Сформировалась восходящая конструкция. Эта восходящая конструкция показывает нам наличие дивергенции. Точнее, формирование. Правильно сказать все-таки формирование дивергенции, потому что пока еще это не дивергенция. То есть пока у нас еще не сформировался медвежий столбик 100 грамм. А следовательно, дивергенция может пропасть, и ее просто не будет. Поэтому это только говорит о формировании дивергенции. Когда нам рассматривать продажу? На самом деле продажа здесь очень простая. Продажа при усеченной волне С. То есть если мы продаем, то мы предполагаем, что вниз это движение – это волна А. Вверх трехволновка – это волна Б. Трехволновка на данный момент еще и усеченная. И на завершение этой трехволновки мы рассматриваем продажу. Вниз волна А пробили наклонный канал. Вверх коррекция волна Б. И вниз волна С мы продаем на пробитие волны А. Обязательно в районе 111.60 переводим сделку без убыток и фиксируем одну вторую прибыли. И для определения профита натягиваем фибосетку на предполагаемую волну А. И в профит берем уровень 138.2 по фибоначчо в районе 110.50. И когда нам рассматривать покупки? Ну вот смотрите, первые покупки можно даже сейчас рассмотреть по рынку. Но давайте перейдем на меньший таймфрейм, чтобы разобраться все-таки с наличием силы у быков. Просто покупка была вообще вот здесь. Потому что вот здесь была волна А, которая завершила движение вниз коррекция волна Б. И вверх была волна С, стоп за минимум. И здесь была покупка. То есть покупка, получается, была 30 пунктов назад. Нормальная покупка. Здесь, если мы сейчас купим, тоже можно купить. То есть, опять-таки, на формировании восходящей конструкции. Но здесь, опять-таки, видите, вот была на стате Б тоже покупка. То есть вверх А, вниз Б и вверх А, С, Б, С, С. Если рассмотреть эту покупку, то, во-первых, это долгосрочная покупка по рынку. Цели ближайшие 113.30, 114.03 и вплоть до нашего максимума 114.51. Что это за покупка? В таком случае мы предполагаем, что вот эта зеленая вверх – это волна А, вниз коррекция – волна Б. И вверх, соответственно, А, С, Б, С, С. Вот такая вот у нас может быть долгосрочная покупка. И, соответственно, мы закрываем сделку на перевороте. То есть, если мы завершим нашу восходящую конструкцию, то есть у нас будет отмена этой восходящей конструкции, то мы здесь закрываем покупку и, соответственно, открываем продажи, то есть мы переворачиваемся. Вот такая у нас получается покупка по рынку и продажи мы тоже с вами разобрали. Золото. Золото все-таки у нас подросло, но это было еще на позапрошлой неделе. И всю неделю у нас был флэк. Такой вот жесткий флэк. У нас здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. Флэк семь дней. Нет восходящего движения, нет нисходящего движения. Поэтому давайте рассматривать по уровням. То есть, по волнам я здесь не хочу отрабатывать. По той причине, что нет какого-то движения. То есть, вообще непонятно на самом деле, почему такой низкий интерес к золоту. Обычно, когда волнение на фондовых рынках, тогда начинают покупать золото. Потому что куда-то нужно переместить деньги. Так как сейчас акции на долгосрок покупать опасно, то обычно переходят на золото. То есть, это такая стандартная процедура. Сейчас же волнение на фондовых рынках есть. Но как-то вот реакции на золоте не видно. То есть, золото покупать не хотят. Выше 1232. На ретесте мы рассматриваем покупку. Пробили. Скорректировались. И, соответственно, купили. Так, давайте проверим этот уровень. Ну, в принципе, тоже хороший уровень. 1215.50. Ниже этого уровня. На ретесте мы рассматриваем продажу. Пробили. Скорректировались. И, соответственно, продали. Вот такие у нас планы по золоту. Других планов я здесь, честно сказать, не очень вижу. Ну, вот можно было здесь продать. Но это внутри флета. И, честно, мне такая продажа как-то менее интересная. Здесь у нас получается точка входа при усеченной волне С. Если перейти на М15. Там будет это видно. То есть, у нас вот эта вот восходящая конструкция усеченная. Вверх волна А. Вниз коррекция волна В. И вверх усеченная скрытая волна С. И, соответственно, точка входа при усеченной С. Но здесь просто уже поздно. Поэтому я и входить в подарок не буду. Вниз волна А пробила наклонный канал. Ну, здесь, в принципе, и пиво 2 будет пробито. Пиво 2, волны С. Вверх коррекция волна В. И вниз, соответственно, волна С. То есть, на формирование нисходящей конструкции. Получается, ниже уровня 1225 была продажа. Продажа при усеченной С. Но я уже, как сказал, здесь плейт. Поэтому я в Аплете стараюсь все-таки подождать. Увидеть, куда пойдет рынок. Потому что валютных пар много. Торговать есть что. И какая-то здесь спешка. Что вот обязательно торговать золото. Мне, честно сказать, все равно, что торговать хоть на волос. Если он будет продаваться и будет давать хорошую прибыль. Apple находится в Аплете. Выше 223 мы рассматривали покупки. Хотели бы покупать. А давайте оставим те же самые планы. Не будем менять цели. То есть, также Apple выше 223 мы будем покупать. А пока он здесь топчется. Пускай топчется без нам. То есть, нам здесь делать нечего. А стоп-лосс 215 ровно. Да, 215. Отлично, стоп-лосс будет. Цели 227.20, 223 ровно. Facebook. Вот у нас такой торговый план на формирование восходящей конструкции. Выше 160 мы покупаем. Цель 167.33 и 179.40. Это наши цели для покупки. То есть, выше уровня 160 рассматриваем покупку. Пойдем ниже. Но отлично, мы еще чуть-чуть подождем, когда еще просядем. Сберегательный банк сегодня открылся негативно. Опять мы протестировали уровень 182.30. В принципе, уровень у нас хороший зеркальный. Когда нам рассматривать покупки? Ну, вот смотрите, если мы разобьем на подволну, то у нас получается вот такая волна В. И вниз, соответственно, на данный момент усеченная волна С. На данный момент она является усеченной. Получается у нас такой наклонный канал по нисходящей конструкции. И давайте уже на завершение. То есть, со Сбербанком пока непонятки. Тем более, все ждут пятницу, потому что пятницу решение по процентной ставке. Поэтому на завершении нисходящей усеченной на данный момент конструкции мы рассматриваем покупки. Вверх пробили наклонный канал, вниз корректировались. И потом уже покупка на пробитии волны А, которая как раз завершит нисходящее движение. Вот такая вот у нас получается покупка. Она более уверенная, поэтому не хочу спешить со Сбербанком. Аэрофлот продолжает падать 92.65. Помните, я где-то недели три назад говорил про этот уровень 92.65, к которому мы идем. Почему мы идем к этому уровню, я также вам показал. То есть, у нас здесь зеркальный уровень. Это как раз было IPO. После IPO мы поднялись к уровню 92.65, от которого отбились. То есть, уровень исторический, уровень очень сильный. Поэтому я сказал, что мы, скорее всего, к нему и подойдем. То есть, это вот такие вот были цели, от которых уже будем рассматривать покупки. В принципе, так и произошло. Мы дошли до этого уровня. Я думаю, что должны все-таки от него отбиться. Посмотрим. Давайте построим торговый план. То есть, хочется все-таки найти эту выгодную покупку. То есть, найти этот разворот. Пока этого разворота нет. Пока мы продолжаем идти вниз. И, конечно же, покупать здесь просто, потому что уровень... Ну, я считаю, что это мало. Поэтому давайте уровень 100. Отличный зеркальный уровень. Выше этого уровня мы рассматриваем покупку на ретесте. Не выше, а на ретесте. То есть, пробили, скорректировались. Почему мы это делаем? Потому что российский фондовый рынок в последнее время очень часто показывает пробитие. То есть, идет какое-то ложное пробитие уровня тенью. И потом идет разворот. Поэтому здесь вот именно важно это сделать на ретесте. На ретесте уровня 100 мы рассматриваем покупку. Стоп-лот за 92.65. Начнется восходящее движение. Ура! Наконец-то будет восстанавливаться российский фондовый рынок. Мы будем на этом зарабатывать. Но, опять-таки, здесь и продажи не могу рассмотреть. Почему? Потому что 92.65 мы находимся прямо возле этого уровня. И, конечно же, продать здесь, ну, как-то, я думаю, несерьезно. Все-таки исторический уровень. Магнит. Что здесь интересного по магниту? Во-первых, сегодня отчетность по доходам магнита. И вы помните, что я говорил о том, что руководство магнита обещало значительно повысить доходность компании. Обещало. То есть, это были слова. Руководство новое. И, конечно же, этому руководству мало кто верит. Почему мало кто верит? Ну, потому что говорить можно многое. А на деле пока еще ничего не показали. То есть, пока еще на деле новое руководство ничего не показало. Сегодня как раз вот это вот отчетность. Поэтому, если отчетность будет хорошей, конечно же, это увидят инвесторы. Если это увидят инвесторы, то начнут покупать. Потому что магнит сейчас очень дешевый. Очень дешевый по сравнению с ценами, которые были полгода назад. То есть, он сейчас максимально дешевый. Вы видите, что у нас магнит стоил 12,5 тысяч. Сейчас магнит стоит намного-намного дешевле. То есть, 3,600 за акцию. Это очень дешево. И поэтому, конечно же, инвесторы хотят купить магнит. Это нормально. Но инвесторы не верят новому руководству. Потому что новое руководство должно показать, что оно действительно знает, что делать. Потому что понятно, что Галецкий знал, что делать. Потому что Галецкий создавал магнит. И он действительно профессионал. Но его не стало в руководстве. В руководстве компании. Поэтому, конечно же, и у инвесторов настроение по этой акции негативное. Сегодня будет отчетность. Если отчетность будет положительная, то начнется восходящее движение. То есть, 3,640 мы покупаем выше. Стоп-лосс за минимум 3,362. То есть, будет такая у нас первая попытка купить магнит. Если, я же говорю, будет хорошая отчетность, то есть вероятность, что и продолжится это восходящее движение. Это вот будет такой вот, может быть, сегодня последний день, когда магнит находится не в восходящем движении. Но надо увидеть отчет. Потому что, на самом деле, отчеты ждали все. Потому что, я уже как сказал, новое руководство. Непонятно, как оно будет действовать. Говорить могут все, но действовать могут единицы. Поэтому, конечно же, сейчас все смотрят на отчетность. Так, и Яндекс. Яндекс у нас провалился вниз. Выше 1988 можно будет рассмотреть покупки. То есть, когда мы вернемся в зону флэта. По-другому здесь покупки не рассматриваю. Провалился и провалился. То есть, нет желания покупать Яндекс. Поэтому, пока я его чуть-чуть убираю в сторону. То есть, пока я его сильно не рассматриваю. Выше 1988. Или давайте не так. Давайте на следующей неделе посмотрим, как он себя ведет. И на следующей неделе тогда построим торговый план. Пока я не хочу строить торговый план. Почему? Потому что я вижу сильно нисходящее движение. Покупки я здесь никакие не рассматриваю. Продажи я не хочу рассматривать. Этой бумаги. Потому что продажи здесь получатся в уходящий поиск. То есть, уже был гэп. Сильно прошли вниз после гэпа. И сейчас тут запрыгивать в уходящий поиск я так не делаю. Поэтому давайте разберем Яндекс на следующей неделе. У меня на этом все. Если есть вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Если нет вопросов, то давайте приступать к торговле. Так, вопросов нет. Отлично. Я вам желаю прибыльной торговой недели. Всего доброго. До новых вебинаров. Завтра состоится вебинар, где я разберу торговую стратегию для скальпинга. Стратегия очень интересная. Поэтому, если кто-то интересуется скальпингом, то обязательно приходите. Еще раз вам профитов. Пока.